Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале. Меня зовут Алексей Колчин. Я специалист по растениям группы компании Фаско. И сегодня я хочу вам рассказать про пионы. В нашем питомнике выращивается на данный момент порядка 30 сортов. И на днях руководитель нашей компании, который очень любит растения, говорит Алексей, посоветуй мне, пожалуйста, 5 пионов, которые тебе нравятся, которые действительно интересные. И я отобрал следующие сорта. Первый сорт это Pink Hawaii Coral. Как следует из названия он и pink, и розовый, и гавайский, и коралловый. Это очень красивый цветок, у него великолепная окраска. При этом сам цветок, он как будто сделан из плексигласа. Очень красивые лепестки, у него простая форма. Ну, не простая, он полумахровый даже скорее, но очень эффектно смотрится. Он достаточно высокий, порядка 80-90 сантиметров. И я его рекомендую всем абсолютно. Очень необычная окраска. Второй пион это Sword Dance или танец с саблями. Где же это было? Танец братской любви мамушка. Мало кто смотрел, но мое поколение помнит такой фильм, как «Семейка Адамс», «Адамс Фэмили». И там был такой танец братской любви. Очень прикольно танцевали. И в конце этого танца товарищи вампиры глотали сабли. Но пион, он отчасти даже похож на вот такой вот танец. Это плоская такая вот округлая тарелка. Это японская форма. И в центре такие стаминодии желтые. Действительно кажется, как будто такие сабли торчат из этого пиона, из самого цветка. Высотой он порядка 60-80 сантиметров. Зацветает в средние сроки. И я его тоже рекомендую. Кстати, если говорить о том, как выращивать пионы. Во-первых, сажать их нужно осенью. Если вы выращиваете, высаживаете именно корневища пионов. Мы свои пионы высаживали в ноябре. И сейчас... И сейчас, видите, уже есть корневая система. Белые корешки пошли. И пионы абсолютно спокойно перенесут пересадку. Если же вы высаживаете пионы из корневищ летом. Ну, летом вряд ли. Скорее всего, весной. Если вы купили их где-то в коробках, в упаковке, в блистерах. То обязательно нужно посадить пионы в горшок. И оставить при какой-то довольно прохладной температуре. Плюс 5-7 градусов. Для того, чтобы они укоренились. Сразу же такое корневище сажать в землю нельзя. Иначе, да, он вырастет. Даже, может быть, даст какой-то росток. Но это будет не за счет вот этих белых корней. А за счет того, что есть уже в корневище. И зеленая масса вылезет. Все полезные вещества из корней этот росток заберет. Ну, и дальше, к сожалению, он может погибнуть. Но, может и не погибнуть. Если говорить про посадку пионов. Не жалейте посадочной земли. Хорошей, хорошей земли. Делайте большую яму. Как минимум 60 сантиметров в ширину. И желательно 60 сантиметров в глубину. Вниз обязательно дренаж. Пионы не любят замокания. И заполняйте всю-всю-всю яму хорошей посадочной землей. Пионы на одном месте могут расти 10, 15, иногда даже 20 лет. Поэтому представьте, сколько питания нужно им. И для посадки пионов у нас есть прекрасное удобрение. Именно для пионов Robin Green в очень удобной упаковке. И это удобрение содержит частицы горных пород. Я думаю, что пионам это будет полезно. Следующий пион. Идем, так сказать, по возрастанию, по необычности. Это Red Charm. Действительно, это чарующий пион. И он очень красный. Он очень красный. У него огромная вот такая вот башка. Цветок диаметром 20-20. 22, иногда 25 сантиметров. И он относится к разряду махровых. Но не просто махровых. А есть такой, как бы, дополнительная классификация. Бомбовидный. Он действительно огромный, шикарный. Просто бомбический цветок. Это достаточно высокий сорт. Он вырастает порядка 90 сантиметров, метр. Побеги у него довольно мощные. И он не требует скрепления обвязки, скажем так. То есть он прекрасно выдерживает такие огромные цветы у себя без дополнительной помощи. Следующий пион. Этот или этот. Оставим вот этот напоследок. Yellow gem или yellow gem. Gem, gem, gem. Это сокровище. Желтое сокровище. Он относится к итоги бридам. То есть это, ну все, наверное, знают уже, что это гибриды между древовидными пионами и травянистыми. И он полумахровый. И, как следует из названия, он желтый. Он светет в ранние сроки. Он достаточно невысокий. Порядка 50 сантиметров. И, в отличие от древовидных пионов, у него надземная часть отмирает. И он никаких дополнительных условий по посадке не требует. И последний, но не в последнюю очередь, наверное, один из самых необычных пионов, вообще, которые я видел вживую, это Green Lotus. У него очень необычный цветок. Это, с одной стороны, и анимоновидный, и японский, и в том числе он даже какой-то полумахровый. Но у него лепестки, как у ромашки. Плюс они еще изрезаны, плюс они еще и немножко подворачиваются. И оттенок у него действительно зеленый. Очень необычный пион. Он, скажем так, достаточно дорог. Но он стоит своих денег. Итак, на этом, наверное, все. Пять лучших сортов из нашего ассортимента я рассказал про них. Обязательно используйте хорошую землю при посадке. Используйте удобрения. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok